МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы обмолвились перед началом интервью, что прямо отсюда поедете в очередную школу обучать, как правильно проводить досмотр. Из чего это обучение состоит? Обучение состоит, прежде всего, из того, что мы говорим о законодательной базе. То есть я рассказываю учителям поэтапно, какие у них есть права, когда появляется подозрение, что у ученика с собой есть запрещенные предметы. И основное, что учителя должны знать, они должны знать, что они не обязаны это делать. Это их право. Если они считают, что это слишком опасно для их жизни, для их здоровья, то они это могут не делать. Тогда могут вызвать полицию или охранную фирму. Тогда уже, соответственно, полиция или охранная фирма будет делать досмотр, проводить досмотр. Кто приходит к вам на обучение? Сколько, скажем, в школе тех учителей, которые прошли обучение, имеют право проводить досмотр, и больше среди них всё-таки мужчин или женщин? Каким образом они сами определяют для себя мотивацию? Все обучения, которые я проводил, 95% состава были на этих курсах. То есть не было такого, что директор выбирал, кто пойдёт, кто нет. Вся школа идёт, и всё. Давайте поговорим подробнее о том, какие предметы запрещены. Кое-что вы принесли с собой в студию. Ну, понятно, что если кто-то притащит в школу с собой этот кусок арматуры или настоящий нож... Ой-ой! ...то даже не поднять, да? Ну, поднять, конечно. Но тяжёленькое, да. То есть понятно, что с этим в стенах учебного заведения делать нечего. Такое тоже приносят? Или это так, на всякий случай? Это действительно конфискованный элемент? С этим интересная история была. Пришёл в одну школу, заходил, как говорится, в главный ход, и смотрю, рядом со мной идёт парень. Ну, может быть, пятый, шестой класс. У него из разницы торчала эта труба. Я говорю, слушай, а зачем тебе, Петрова, труба? Он говорит, ну, ребятам показать, что такую нашёл. Я ещё удивился. Так она вроде как запрещена у вас. Потом вместе с этим мальчишкой пошли к самому педагогу и трубу забрали. То есть это действительно у пятиклассника было изранца? Да, да, да. Видно. Хорошо. Родители не захотели. Я сказал, давайте я возьму тогда в целях учёбы себе. Буду другим показывать. Учебный экспонат. И что ещё приносят школьники в школу? Бывали случаи, что приносили пистолеты. К счастью, они не были огнестрельными. Но на своих курсах я учителям говорю, что вы не можете определить, даже с близкого расстояния, является ли это огнестрельным оружием или это является просто макетом. Вы должны исходить из того, что вы видите перед собой настоящее оружие. То есть даже игрушку в виде пистолета лучше с собой в школу не брать, потому что если возникнет подозрение, что это боевой пистолет, а оно может возникнуть, никто отличить не может боевой от боевого, то тогда, получается, имеют право педагоги обыскать ученика и изъять это. Да, да, да. Остальное, что у нас находится на столе, это тоже было изъято у школьников, у учеников? Или это уже вы сами выбирали? Газовые баллончики тоже школьники приносят. У нас в Эстонии по закону об оружии газовые баллончики разрешены людям в совершилетнем возрасте, то есть 18 лет. Детям, кому нет 18 лет, им нельзя ни носить, ни использовать и никаких дел иметь с газовым баллончиком. Перочинный ножик тоже у нас в числе запрещенных предметов, да? В школе да, в школе перочинный ножик запрещен. Я помню, в моем детстве играли на школьном дворе в ножички. То есть сейчас, получается, уже этой игре не место на территории школы, потому что с перочинным ножом приходить нельзя. Да, на территории школы нельзя. Этот нож, он в гражданском обороте разрешен. То есть он без кнопки, он без пружины. Те ножи, которые открываются с помощью механизма, то есть, например, нажимаем кнопку, он резко выскакивает, лезвие фиксируется, лезвие должно быть больше, чем 8,5 сантиметров, или оно должно быть заточено на двух сторон. Вот эти ножи, они в гражданском обороте запрещены вообще взрослым детям, кому угодно. Каким образом делается вывод, что ребенка нужно обыскать и провести досмотр? По каким признакам можно определить, что у ребенка может в рюкзаке содержаться или опасное вещество, или вот что-то из оружия? Первое, это учительница сама видит, или учитель, что, например, из-под кофты торчит что-то такое, что не должно быть на территории школы или во владении у этого ученика. Второе, это одноклассники говорят, например, видели у мальчика или у девочки нож, и учительница, соответственно, есть право его проверить. Или, например, если мы говорим про алкоголь, то это запах. Если ученик приходит в школу в алкогольном пенении... Ну, или сигаретами пахнет. Или сигаретами пахнет, да. То это является основанием для того, чтобы провести досмотр. Вы сказали, что у учителей появляется право, но не обязанность досматривать. Да, они не обязаны это делать. Опосредованно можно сделать вывод, что и у ученика нет обязанности подчиняться требованию досмотреть его вещи. Если ученик отказывается, что тогда? Если он отказывается, тогда учительница или учитель ему может предложить, что, пожалуйста, даю тебе одну минуту для того, чтобы ты мне отдал отвертку. Ученик отказывается, и тогда учительница или учителя есть право досмотреть его вещи без его согласия. Но по правилам говорится о том, что досматривать личный досмотр может делать человек того же пола, что и ученик. Получается, у нас в школах большинство учителей – женщины. А я могу даже предположить, что в основном арматуру приносят не девочки, а мальчики. Как в этом случае быть? В законе есть дополнение, или следующий параграф, в котором указано, что если это предоставляет опасность, угрозу жизни или здоровья, то даже несмотря на то, что ученик, мальчик, женщина-учительница, она всё равно может туда смотреть, чтобы предотвратить какую-то опасность. Ну а если такая уж действительно серьёзная опасность возникает, может быть, лучше тогда вызвать охранную фирму или полицию? Да, в некоторых школах, кстати, есть кнопки паники. Некоторые уже подумают, что может быть, лучше и себе тоже поставить кнопку паники. Насколько вы вообще в целом оцениваете безопасность наших школ? У нас не так часто бывают какие-то громкие инциденты, но тем не менее они случаются. Ну, в общем и целом, я бы сказал, что у нас безопасно. Если сравнить с нашими соседями на севере, с другими соседями на востоке, у нас безопасно. У нас в гостях сегодня был инструктор по безопасности некоммерческой организации Турвалина Эйсти Сергей Яковлев. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.